Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 мая. Житие преподобного Симона, епископа Владимирского Иисусдальского. То, что сказал Иисус, сын Сирахов, о Симоне, сыне Онине. Симон, сын Ониен, Иерей Великий, и же в жизни своем сострои дом, и во дни своя утверди церковь. Еще. Яко звезда утренняя посреди облаков, аки луна полна во дне своих, яко солнце сияющее на церковь Вышнего. Это самое мы должны сказать о преподобном отце нашем Симоне, епископе Владимирском Иисусдальском, свидетеле и списателе житии угодников Печерских, втором летописце по блаженном Несторе. По истине он хорошо состроил дом Божий и укрепил церковь примером жития своего и назидательными повествованиями о житии святых, как один из тех добрых пастырей, о которых Господь обещал пророку Еремии, говоря, «Дам вам, пастыри, по сердцу моему, и упасут вас разумом и учением». По истине все наименования, относимые к Симону, доброму пастырю и хранителю закона иудейского, могут быть отнесены и к этому преподобному Симону, архипастырю Владимирскому и Суздальскому. Сирахов, 56 стих. Книга пророка Еремия, 3.15. Этот блаженный Симон принял образ иноческий в святом монастыре в Печерском, подобно небу, украшенному святыми подвижниками, как бы звездами мысленными, луной и солнцем. Поступив в монастырь, Симон с прилижанием читал повести о житии прежде бывших и богу угодивших святых, многочисленных, как многочисленные звезды на небе. И сам блаженный Симон воспоменился любовью к подвигам этих святых и всячески старался им подражать. С любовью вспоминал он подвиги первого строителя этой обители, преподобного Феодосия, так умножившим эти духовные звезды обители иноков, и всячески старался подражать жизни его. Вспоминал он также и о подвигах святого Антония, просветившего всех, подобно солнцу, светом добрых дел своих. И его равноангельскому житию подражал преподобный, взяравно преподобных, умноженных как звезды, служащие луне и солнцу. Симон получался смирению, в особенности получался смирению примером святителя Феодосия, который, подобно луне, сиял ярче всех прочих звезд и заслужил себе у Бога, более славный сравнительно с прочими братьями Венец. От Антония, как бы солнца, идущего по небу, одиноко, без прочих светил, Симон заимствовал равноангельское безмолвное житие. Подобно зеркалу он отражал в себе все те духовные светила, звезды, луну и солнце, и сам проявлял из себя свет звездный, лунный и солнечный. Кроме того, подобно тому древнему Симону, первосвященнику, Исей был как звезда утренняя, как луна полна и как солнце, сияющее на церковь Вышнего. Он усердно подвязался в святом монастыре Печерском, подобно небу, и сам Симон уподоблялся своими подвигами звезде утренней, всегда подражая Пресвятой Богородице, прекрасной, как луна и славной, как солнце. Сколько было у него сил, он усердно служил Матери Божией, пребывая постоянно в великом смирении, усердной молитве, как общей с братьями, так и уединенной. Когда этот святой Симон просиял подвигами своими по многим окрестным странам, так что был даже известен из странах весьма отдаленных, случилось, что в то время архиерейский престол епархии Владимирской и Суздальской не имел своей главы. Церковь же прилично украшаться звездным венцом, как пишет святой Иоанн в своем апокалипсисе. На том престоле Владимирском и Суздальском не было пастыря пресветлого солнца и красивой луны, так что та церковь не могла похвалиться словами псалма, «Престол мой, как солнце предо мною, и как луна совершенно век». В это именно время, по изволению начальника пастыря Иисуса, вручившего некогда овец своему, любившему его паче всех Симону Петру, этот блаженный Симон, от всего сердца возлюбивший Пречистую Матерь Божию, был призван Богом на престол епископский для управления Богом хранимыми городами Владимиром и Суздалем. Таким образом украсился венец церкви той светом звездным, престол же ее просветился, как солнце и как луна полна. Этот блаженный пастырь просиял на престоле добрыми делами своими, как звезда утренняя, как луна и как солнце. Учением своим он просвещал всех, любовью согревал, благодатью, испрошенную от Бога, даровал всем жизнь духовную. Этот блаженный Симон всегда представлял себя как бы звездой утреннюю, которая возвещает конец ночи и начало дня. Поэтому он всегда хранил себя от всех дурных и греховных дел. И всеми силами устремлялся на дела добрые, благодатные. Помышлял про себя святое то, что солнце и луна суть как бы два глаза, неусыпно бдящих на небе. Поэтому он всячески заботился о том, чтобы его престол сиял как солнце и как полная луна. И лично сам старался подражать тем неусыпным очам небесным, для чего с неусыпной бодростью прилежно пас духовное стадо свое. Блаженный Симон долгое время подвязался как ревностный пастель, усердно и внимательно заботившийся о своей пасте. И следует заметить, что преподобный весьма успешно проходил служение свое. В то же время святой не оставлял и трудов своих иноческих, всегда представляя в мысли своей труды и подвиги честных подвижников печерских, и радуясь душой своей о том, что Господь подобил его в этой честной обители принять образ иноческий и быть как бы сожителем святых печерских подвижников. Святой Симон постоянно призывал их к себе на помощь в молитвах своих и по предстательству их перед Богом при помощи благодати Божией. Успешно устроял дела пасты своей, так что на нем исполнились и все прочие подобия и наименования, усвояемые Иисусом, сыном Сираху, Симону, первосвященнику иудейскому, угодившему Богу в Ветхом Завете. Кроме вышеупомянутых наименований, Иисус, сын Сирахов, пишет о том Симоне, что он был как бы дугой и небесный, как бы свет шибков, как крин, как стекло ливана, стебло, как огонь и ливан на огнище, как сосуд злат и скован, как маслина и как кипарис. Все эти добродетели архипастерские, предуказанные этими наименованиями, проявил в своей жизни добрый пастырь Симон. Так он весьма заботился о сохранении и водворении между людьми мира, предуказанного небесной дугою. Далее он учил всех самым делом своим терпению, произрастая, как цветок яблочного дерева среди терний, всегда трудясь в мысленном вертограде пасты своей, наставлял всех и делом и словом в чистоте духовной, как бы насаждая белую лилию, получал всех непрестанные молитвы к Богу, умножая как бы благухающие растения ливанские, всегда благодарил Бога даже среди скорбей своих, и к тому же получал и пасту свою, представляя собой, как бы ладан, благухающий на огне, предлагаемый всем в драгоценном сосуде любви и премудрости духовной. Он укоренял среди пасты своей маслину милосердия и любви к ближнему, а также возвращал в пасты своей, как кипарис, постоянную мысль о Боге. Этот блаженный Симон настолько изучил подвижническую жизнь святых угодников печерских, что как бы написал ее на скрижалях сердца своего. Поэтому он восхотел, чтобы и прочим благочестивым людям была известна жизнь печерских подвижников, а для этого он решил составить письменное описание подвижнической жизни печерских иноков. Следует заметить, что в это время по причине многочисленных войн и усобиц было утеряно много книг, так что многие события, описанные в этих книгах, начинали приходить в изобвение. Ввиду этого блаженный Симон с большим усердием разыскивал всех очевидцев того или другого чудесного события, случившегося в печерской обители. И все полученные таким образом сведения преподобный с усердием собирал в одно целое, трудясь как мудрая пчела. Потому-то он и просветил нас светом солнечным, лунным и звездным, так как описал нам чудеса преподобного Антония, этого святозарного солнца и чудесное окование раки преподобного Феодосия, луны полной. По всему этому блаженный Симон присовокупил сказания о святой небесам, подобной церкви печерской, престол которой поистине сиял как солнце и как луна полная. Все это занесено преподобным Нестором в первую часть потеряка. Кроме того, блаженный Симон в послании к Поликарпу предложил сведения о жизни многих подвижников печерских, сиявших как звезды подвигами своими. Это вошло во вторую часть потеряка. Впоследствии Симон еще раз написал послание к тому же Поликарпу, в котором говорит о подвигах и многих других подвижников печерских. Из сочинения этого блаженного Симона видно, что он имел великую любовь к Пресвятой Богородице и к преподобным отцам Антонио Феодосию Печерским. Так что он сими преподобными обитал духом и умом своим, как бы в одной пещере, несмотря на то, что телом своим жил в своей епархии. Подобно тому, как Симон Петр более прочих апостолов любил Господа, так и этот Симон, тезаименитый тому славному апостолу, выказывал больше всего любовь и ревность к Пресвятой Богородице и обители ее, Печерской. В одни жизни его верующие видели на небе чудное знамение. Именно они видели, что некая жена, невеста невестная, Пресвятая Богородица, имела под ногами своими не только свет лунный, но и звездный и солнечный. Ибо этот пастырь добрый сиял своими делами благими, как мы сказали выше, как звезда и как луна. Причем являл столь великое смирение, что, будучи епископом, писал в послании своем, что считал бы честью для себя быть ссором, попираемым и разбрасываемым в сторону ногами проходящих, как об этом свидетельствует послание его. Этот добрый пастырь потрудился довольно продолжительное время, питая духовных овец своих пищей нетленную, ведущую в жизнь, так как предлагал всем пособам своим жития святых, подвязавшихся в обители Печерской и в письмени, и самым делом жизни своей. Пробыв двенадцать лет на архипастырском престоле, блаженный Симон отошел к пастырям, восседающим на двенадцати престолах и к самому пастыре-начальнику Господу Иисусу, дабы восприять от него неувидаемый венец славы. Тело же его честное, согласно его желанию, выраженному в послании к блаженному Поликарпу, а также в соответствии его любви к святым подвижникам Печерским, положено в Печерских пещерах, где и до ныне пребывает нетление, в честь, славу и хвалу Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога в Троице славимого, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok